Доброе утро! Продолжаем наш рассказ о путешествии по Японии и Южной Корее. И сейчас мы как раз перемещаемся непосредственно в город Пусан, Южная Корея. Это был наш шестой предпоследний день непосредственно круиза, после чего мы еще остались на несколько дней в самой Японии. Но об этом будет чуть позднее. Подплывая к самому городу, прошли под мостом. Погода, честно говоря, нас не очень вдохновляла. Было довольно пасмурно, срывался дождик, и мы боялись, что наш день не сложится так удачно, как хотелось бы. Однако в дальнейшем все наладилось, и мы получили достаточно большое удовольствие от посещения этого города, от просмотра его достопримечательностей. И первое, куда мы отправились, сойдя на берег Пусана, это был храм Помоса, так называемый храм Золотой Рыбки. Вообще, этот храм был построен еще в конце 7 века, и ему сейчас насчитывается уже почти 1300 лет. Считается, что он был основан монахом Ви Саном во время правления короля Мунму. По легенде, в этом месте король неделю молился вместе с монахом о победе над японскими захватчиками. И во сне монах увидел, что он сможет победить японцев только с помощью совместной молитвы. Небо услышало молящихся, и в ручье, мимо которого мы проходили, поднимаясь к подножию этого храма, это ручей называется Кымжжо-сан, появилась и стала плавать небесная золотая рыбка. Через некоторое время после этого японские войска были разгромлены, и на этом месте и был построен данный храмовый комплекс. К сожалению, так же, как и во многих частях Японии, этот храм уже является восстановленным, реконструированным. В общем, не многое, к сожалению, сохранилось с тех самых времен, хотя есть отдельные строения и отдельные элементы, скажем так, этих построек, которые с тех самых древних времен дошли до наших дней. В общем, в честь этой победы храм и был построен, храм небесной рыбки. Пом-о-са в переводе с корейского, прям совсем дословно, храм, где играют рыбки нирваны. Храм этот считается одним из трех важнейших храмовых комплексов Кореи. Территория комплекса не очень большая, но на ней сосредоточено более 50 различных священных сооружений. Все это окружено очень симпатичным живописным парком. Главное сооружение Дэлон Чон, несколько многоярусных пагод, молебные залы, монашеские кельи. На самом деле, находясь в этом комплексе, полнейшее ощущение оторвенности. Никогда не скажешь то, что этот храм находится в черте города, тем более такого большого промышленного города, как Пусан. Полное ощущение, что вы где-то высоко-высоко в горах и никого вокруг, кроме монахов и, к сожалению, многих туристов, которые вместе с вами здесь находятся. Атмосфера тишины, спокойствия, умиротворения, с высокого склона даже не видно очертаний города. События, легендарные события, предшествующие строительству этого храма, о которых я только что сказал, произошли в 1678 году. И именно этот год считается годом основания монастыря. Чтобы добраться непосредственно до святилища, нужно преодолеть 108 ступенек. Это число обладает особым сакральным смыслом в буддизме, как бы смывая 108 прегрешений. Так что, проходя по этой лестнице, вы также можете очиститься от многих своих грехов. Вход в монастырь начинается с удивительных резных ворот Чегимун, которые были возведены еще в начале 17 века. За ними следуют следующие ворота Чен-Вам-Мюн. Их охраняют четыре божества, обращенные на разные стороны света. Входя на территорию и выходя с территории этого комплекса, следует поклониться этим божествам, и они принесут вам удачу. Так что не забудьте это сделать, когда будете. Дальше посетители встречают недавно отреставрированные следующие ворота Пури-Мун, после которых открывается вся территория и все великолепие этого храма. Что тут можно увидеть на этой территории? Во-первых, это пагода Дуэнчон. Главное сооружение, относящееся к Чесонскому периоду и выполненное полностью из дерева. Пагода эта имеет, как я уже говорил, выше три яруса. Следующее, что можно увидеть, это павильон Пачару. Крупнейший зал комплекса, где собираются верующие, молятся. Можете увидеть, я тут много снимал, хотя на самом деле я не увидел табличку, что снимать запрещено внутри. Если бы я видел, я бы, конечно, этого не стал делать. Но подошел, начал снимать, и вот тетушка одна подошла и попросила меня этого не делать, к сожалению. А так вообще очень все приятно и симпатично там внутри. Также здесь можно посмотреть зал Гуаным Чон. Как раз это помещение для молитв Будде. Не хочется, честно говоря, перечислять все странные корейские названия. В общем, здесь много-много различных залов. К сожалению, многие эти залы уже построены в начале 20 века. Тут также присутствует буддийская школа. И на выходе вы увидите, как я покидаю этот комплекс, и стоит целая шеренга учеников, возглавляемая одним из монахов. В общем, прошел, посмотрел на этих ребят. Очень все это так забавно и аутентично. Также здесь можно увидеть много различных построек хозяйственного назначения. Музей буддизма также есть. Много различных скульптур, посвященных, разумеется, Будде и другим божествам. Погуляв по этому комплексу, на самом деле, очень мне все понравилось. Было действительно, как и говорят многие, умиротворение определенное. И после этого мы отправились дальше. Нас повезли на следующие экскурсии. И следующее место, которое мы посетили, это был деревня Камчхон. Вообще сейчас, по-моему, в 2009 году Министерство туризма решило эту деревню превратить в такой национальный парк. А вообще изначально на этом месте жила городская беднота. И во время Корейской войны беженцы из Кореи перемещались в Пусан, потому что здесь не шли активные боевые действия. И начали здесь селиться, обустраиваться. И вот так появилась непосредственно эта деревня. Вначале это были обычные лачуги, разноцветные. И вообще они так выстроились таким неким амфитеатром. В данное же время, после того, как решили сделать такую образцово-показательную культурную деревню, они даже назвали это все на английский манер, виллдж, в общем, что-то такое, не помню точно, как по-английски все это звучало. Сейчас здесь большое количество различных галерей, галереи искусства, выставок, экспозиций. Можно при входе в эту деревню арендовать национальные корейские одежды, женские платья, мужские костюмы. И вот мы сейчас гуляем по этой деревне, и вы видите, очень много людей воспользуются этой возможностью, фотографируются, одевшись в корейские национальные костюмы. Деревенька, на самом деле, очень симпатичная, достаточно миленькая. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Погулять, наверное, много времени смысла нет. Мы где-то часа, наверное, полтора просто погуляли, тоже посидели в кафешке, посмотрели с различных обзорных площадок на всю эту деревеньку. И дальше мы отправились в так называемый Бусан Тауэр. Просто, наверное, смотровая площадка и не более того, с которой также открывается неплохой вид на город. Здесь есть какой-то музей, здесь какие-то памятники. Но, честно говоря, совсем необязательное место, я так думаю, посещения. Тем не менее, тут можно также прогуляться, есть различные кафе, посидеть, посмотреть на город. И если у вас есть много свободного времени, можно просто отдохнуть перед тем, как продолжить осмотр города. После того, как мы осмотрели эту образцово-показательную деревню, мы отправились на обед. Нас решили попутчевать различными корейскими явствами. Привезли в небольшой ресторанчик. Можно посмотреть, что именно мы откушали. В общем, еда в основном, как во многих корейских местах, она достаточно острая, но при этом вполне себе была съедобная. Лично мне очень понравилось, и я получил определенное эстетическое вкусовое удовольствие от приема данной пищи. Почки зайчи верченые, икра красная, икра заморская, баклажанная. После того, как мы перекусили, нас повезли, как это часто бывает во многих туристических городах, на местные рынки. В общем, большая достаточно территория рынка, где много всяких и уличных заведений, и уличной еды, и различных магазинчиков, сувениров, разных лавок, всего на свете. Я вообще не очень люблю такие места, но, тем не менее, мы прогулялись, тоже походили, собаки свои купили. Такая у нас маленькая-маленькая крошечная собачка, и мы ей купили такой костюмчик корейский, и она в нем с удовольствием бегает, особенно, когда прохладно, вот сейчас зима наступает, в общем, будет красоваться в этом костюмчике. После этого нас отвезли на смотровую площадку Бусан Тауэр, прошлись по ней немножко, но я говорю, это в основном просто обзорная площадка, где можно посмотреть на город. Бусан Тауэр Бусан Тауэр Бусан Тауэр Бусан Тауэр И дальше уже настало время нам возвращаться на корабль. Нас привезли в порт И обратите внимание, насколько этот порт огромный Тоже удивительная вещь Я сначала издалека вообще перепутал его с аэропортом Мне показалось, что сначала кого-то везут, чтобы они улетели на самолете Это огромный-огромный современный комплекс портовый Просто огромный, современный, ничем не уступающий крупным аэропортам круизный порт Субтитры сделал DimaTorzok Вот таким состоялся у нас очередной круизный день Наше посещение Южной Кореи, наше посещение Пусана На этом прощаемся с вами До новых встреч!